По постановлению губернатора Андрея Воробьева с 18 мая в Подмосковье снято несколько важных ограничений. В регионе начинают работать промышленные предприятия, возобновляется бюджетное жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, режим общей самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая включительно. Граждане по-прежнему могут ходить только на работу, в магазин, аптеку, либо на прогулку с собакой. Об этом всем нарушающим порядок напоминают сотрудники полиции, которые патрулируют улицы города. Проводим профилактические беседы о том, что люди должны все-таки продолжать соблюдать самоизоляцию, так как у многих появляется уже ошибочное мнение, что сам вирус, собственно, закончился. И на улицах города, скажем так, безопасно, но, собственно, этот враг невидимый. И время еще не пришло для того, чтобы люди могли спокойно выходить на лавочки, посидеть с детьми или просто передохнуть. Инспекторы в обязательном порядке проверяют у прохожих наличие пропусков и защитных масок. Напомню, что с 12 мая в Подмосковье действует обязательный масочный режим. Должно носить маски в местах, где скопление населения, то магазины, организации, где необходимо какие-то провести работы. Ну, в основном сейчас упор делается на пропуска. Также сотрудники полиции вручают гражданам уведомление, в котором напоминается, что люди старше 65 лет, а также те, кто имеют хронические заболевания, обязаны оставаться дома. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.